Микс Ньюс Доброе утро и Life is Good Действительно снова, несмотря ни на что И сегодня снова с вами я, Нина Дождева Журналист Люблю и Люблю Лайф И наша прекрасная гостья Она здесь не случайно Елена Тонова Доброе утро Я даже не знаю, как её лучше представить Потому что у неё несколько ипостасей И сегодня, наверное, кроме того, что Вышел наш новый номер Журнала Люблю В котором мы снова поздравляем Всех наших читательниц Участниц нашего праздника И всех, кто поддержал нас На этом в Акрополе На дефиле Судьба была к нам благосклонна И мы успели всё провести До вот этого закрытия занавеса Временного, я так считаю Антракта культурных мероприятий В прямом, вернее, в живую И все наши читательницы С детьми, внуками, гостями Все, все, все получили Свою минуту славы В нашем журнале Ну, а Лена сегодня не просто так Вот у меня в руках Маленькая книга Кстати, эта книга тоже Украсила и наш праздник И совершенно удивительным образом Ну, я не преувеличиваю Если назову Елену Каким-то камертоном таким Но если не вселенским То в рамках нашей По крайней мере, Латвии Нашей страны Потому что талантливый человек Он не только просто нервный И он такой тонкий, душевно организованный Ну, на другом, на более высоком уровне Но он и очень хорошо чувствует Атмосферу, которая Либо уже сложилась в обществе Либо грядет Либо где-то еще витает В этом воздухе И мы с Леной встретились Когда она вот рассказала О своей новой книге Прошу, выслушай Она так называется И подписала автограф Я его зачитаю Любите себя А жизнь подтянется И вот это было написано Задолго до того Как в обществе начались Возможно, такие депрессивные настроения Паника и так далее Вот И книга белая Написана от души Написана таким Четким шрифтом Как будто на машинке Как будто человек сел Задумался о себе И о каждом из нас И обратился Ко всем Даже не ко всем А к каждому Каждому Чтобы достучаться Услышать И поддержать именно тогда Когда это Больше всего человеку надо И очень часто говорят Что не то, что подобное Притягивает подобное А то, что тебе нужно Ты обязательно найдешь Только поднимай голову от земли Смотри по сторонам Прислушивайся Ну вот, может быть Лена все-таки Пару слов скажет Об этой книге Как она вообще родилась И вышла именно В такое нужное время Хотя книга Ну, сравнительно небольшая Но очень-очень душевная Еще раз доброе утро И спасибо огромное За столько приятных слов Что касается книги Да, она маленькая Она такая, знаете Как я говорю На полчаса Для очень занятых людей Которые Не всегда могут найти время Для того, чтобы остановиться И самое главное Не всегда могут найти время Для самого себя Вроде бы полчаса Это такой компромисс При том, что тебе подарили книгу На ней написано Прошу, выслушай Может быть В надежде, что человек Действительно выслушает Я ее оставила очень маленькой И вышла она Совершенно фантастическим образом Она должна была просто выйти Это произошло 30 декабря 2019 года Материализовалась Материализовалась Когда уже ничего нельзя сделать Все говорят Все заняты По уши Приходите через год Ну, после нового года Вот она должна была появиться Потому что мне ее нужно было Срочно передать Несколько людям Поскольку я Мне казалось Что они нуждаются в поддержке Они потерпели Очень большую утрату в жизни И я поняла Что если эту книгу Я не издам Сесть и просто поговорить На полчаса С этими людьми У меня не выйдет Потому что я им никто И в душу лезть не хочется Но как-то поддержать Мне показалось Что эта книга Будет то, что нужно И поэтому она В срочном порядке Была мной издана Я ее когда написала Я, честно говоря Не стала ее перечитывать Я ее сразу же Отправила на редактуру И на вычитку Потому что я понимала Что если я начну ее читать Я начну сомневаться Я начну переживать Вот думаю Нет, тогда бы книг было две Я знаю Чем бы это закончилось Я думаю, что я бы ее не выпустила Если бы я ее перечитала Потому что через время Я ее перечитала Думаю, боже Как смело я решила Все это дело сделать Я не жалею ни секунды И наверное А какой вот этот жанр Как его можно определить Как автору Я вот думала Письмо Письмо Есть такой жанр? Теперь есть Теперь есть, да То есть открытое письмо Такое вот Открытое письмо И не случайный шрифт такой И книжка такая белая И вот такое письмо Вроде бы оно всем Но на самом деле Оно очень индивидуальное Оно каждому И вот это ощущение Даже самых успешных людей Казалось бы Которые занимают достойное положение В обществе Наступает момент Когда кажется Что навалилось все Разбежались вокруг тебя все И какой-то наступает Период такого безвремени И кажется Что он только у тебя И вот эта книга Вот у меня было ощущение Когда я ее прочитала Вспомнила какие-то свои моменты И то, что вокруг у нас Вот стало происходить Последнее время Тут одно за другим Да И главный месседж Наверное Что ты не одна Вот Или не один Ну в зависимости от того Кто читает Да Он, наверное, главный И в этом Эта книга Очень по своей сути Схожа с главным Месседжем нашего журнала Который мы 22 года Уже сами Не веря себе Что 22 года Его делаем И именно на это На это вот Нацелены Это как Скажем Как сейчас говорят Заточены Заточены Наши рубрики Наши колонки Наши материалы И Вот удивительное Свойство Знаете Вот есть такие люди Которые Забьются в угол Говорят Я пережду Вот я сейчас Все закрою Законопачусь И не буду Не то что Не отсвечивать А вот Все пусть Плохое Пройдет стороной А есть такие люди Которые появляются Входят в твою жизнь И заполняют Все как газ Вот газ Он заполняет Любой объем Хоть маленькую комнату Хоть большую Хоть бутылку Он не может Не заполнить И вот Лена Наверное Тот самый человек Газ Эфирное создание Потому что До сих пор Еще в продаже Журнал Люблю лайв Глянцевый вариант Нашего журнала И там Лена Поставила Смелый эксперимент Мы об этом Еще на этом радио Не говорили Очень женский И очень смелый Потому что Вечная женская проблема Что полный шкаф Носить нечего Она Вообще Ну наверное Нет такой женщины Которой бы она не коснулась И оказалось Что Один костюм Вот такой Ну можно В отношении этого эксперимента Можно сказать Что его можно повторять В домашних условиях Очень осторожно Правда Но очень осторожно Потому что Вот такой эксперимент Когда целый месяц Месяц В общем Месяц 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 Ровно месяц Это при том Что Очень активная жизнь Встречи Преподавания Ну и вообще Лена профессиональный ведущий И она Организатор семинаров Вообще Вот как многорукий Шива Или там Кришна Кто там Многорукий Вот успевает Все И ну жизнь Настолько заполнена Как говорится Выше 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 нормы Так скажем Среднестатистической И при этом Оставаться в одном костюме И выглядеть Не просто прилично А достойно А стильно Стильно Да Я очень старалась Делать акцент Может быть На прическе И многие Многие мнения разделились Сказали Ну конечно Вот у нее костюм такой Ну конечно У нее фигура такая хорошая Спасибо Да А другие Другие сказали А что Вот так вот Подойти к этому И выкинуть половину вещей Которые забирают Твою энергетику Или там отдать их На благотворительность И просто сэкономить деньги Для каких-то других дел Для какой-то другой Ипостаси жизни Которая Ну не будет Мертвым грузом Ну вот Какой самый большой урок Свой Лена Вот В хождении в одном костюме В том что Если что-то планируешь Долгосрочно Для меня месяц Это реально пол жизни Потому что Действительно Очень насыщенный Дни и недели Нужно все-таки Более детально Подходить И более внятно Обращать внимание На то Что ты для себя Выбираешь Это вот Я думала Что я внимательно За всем наблюдаю Оказывается Недостаточно Вот недостаточное Внимание Это Одно из таких Серьезных Нюансов В жизни Которые можно Нарваться Очень неприятно Вот кстати У меня как раз Этот журнал Вот у всех проблем Одно начало Сидела женщина Наскучала Название Название конечно Совсем не про Лену Более того Оно очень такое Смешное Потому что Все кто ее знают Хотя бы даже Поверхностно Не очень глубоко Знают что это Совсем не про нее Но тем не менее Вот эти вот Оригинальные мысли Они посещают Именно вот таких людей Которые казалось бы Как постоянно Меняются В разных Постасях Появляется желание Вот себя остановить Тормознуть И даже поставить Эксперимент На живом человеке Я думаю что Они появляются У многих Просто люди Стесняются Смущаются Думают что Не справятся Думают что Скажет общество Как кто на них Посмотрит Вот наверное Здесь у меня Чуть больше свободы Потому что Ну а что Если я не делаю Ничего плохого Относительно Мира и окружения Это мой выбор Мой костюм Хочу хожу Он чистый Я никому не мешаю Кстати здесь И те кто Еще не читали Эту публикацию Очень много Таких вещей Которые стоит Взять на заметку Потому что Очень часто Мы же Не всегда Работаем И находимся В домашних условиях Так скажем Есть и командировки Есть и поездки Есть какие-то Выездные мероприятия Или события в жизни Да и погода наша Тоже нам постоянно Какие-то сюрпризы Преподносит Да И тем не менее Вот быть в форме Вот это вот Выражение Ты понимаешь Что это не фигура Речи Вот Лена В этой форме Была целый месяц Ну а внутренняя Какая-то дисциплина Появилась Какие-то рамки Вот психологические Нет Нет Ничего Ну появилось То что я сменила Конечно гардероб И я не могу сказать Что у меня до этого Было архимного Каких-то вещей Но сейчас Больше скажем Комплектных вещей Которые можно носить Я уже так На каждую вещь смотрю И думаю Интересно Я могла бы в этом Отходить целый месяц И вот если ответ Нет Я ее просто Не буду покупать Теперь Мало ли У меня сложится Так что я опять В чем-то одном И там же буду гулять То есть появился Новый критерий Оптимизации Женского гардероба Который всегда Надо оптимизировать Потому что Ну нет такой женщины Вот этого Знаете Избыточность Вот когда-то Было понятие Информационной избыточности Еще когда ЭВМ только развивались А сейчас Мы просто Погрязли В этой информационной Избыточности Ну а все женщины Погрязли В избыточности Нашего гардероба Ну вот Я другое Открыла такое Для себя Я решила Что некоторые вещи Которые мне Вот действительно Мои Я их не буду выбрасывать Или там Отдавать на благотворительность Хотя они в хорошем состоянии Но вот они уже Морально устарели Я их вешаю Прощаюсь с ними Ненадолго А потом я со словами Вышел из моды И снова вошел Достаю их Как винтажные Вот И очень хорошо себя чувствую И в общем-то Ну не знаю Может быть я работаю В таком добром коллективе И люди мне так вот Ну как сказать Не показывают на меня пальцами Но тем не менее Ну вы всегда прекрасно выглядите Не наговариваете Это я Стараюсь Мимикрирую У вас отлично получается Под свое Женское Гламурное Молодое окружение Ну а если уже так вот Абстрагироваться То для меня Например Было открытие Что силуэтный костюм Вот именно силуэтный костюм Брючный силуэтный костюм И опять кстати Да и опять В клетке В клетке Да И тоже И тоже в силуэтном костюме Все-таки Это то Что женщины себе Не просто отобрали у мужчин Этот костюм Понятие самой Такой брючной пары Да брюки Жакет Не просто отобрали Они развили Подняли на новую высоту И ну как вот Получается Что к чему женские руки Прикоснутся То будет то же самое Только еще Сто раз лучше Да Потому что у мужчин таких вот Мало кто может позволить Силуэтные костюмы Брючные Ну за исключением Там может быть Шоуменов Да каких-то Эстрадников А женщины практически могут Молодые женщины Особенно И особый шарм Особая сексуальность Она именно связана С брючным костюмом Как правило Вот это как бы Даже на фотографиях Это заметно Да И ну надо всем Брать на вооружение Потому что все-таки В нашем регионе Вот в нашем северном регионе Все-таки брючный костюм Это наша Ну такая Как сказать Панацея что ли Очень удобная на самом деле Несмотря на то Что я отходила в нем Месяц Я уже после этого Несколько раз его надевала С огромным удовольствием Я искренне рекомендую Обзавестись Несколькими Костюмами С брюками Это действительно Очень-очень-очень Кайфово Да Ну вот видите как И новый взгляд На казалось бы Известный Известный уже Брючный костюм Именно костюм Отдельно брюки Отдельно жакеты Вот только сочетание Именно костюма Превращает его В особый элемент гардероба Ну и еще раз хочу Поблагодарить Елену Она была ведущей На нашем празднике Да вам спасибо большое Вот Окунулась Окунулась в нашу Кутюрьму Семейную Если это был Последний праздник Который я вела В ближайший год Я очень рада Что именно этот праздник Я получила массу удовольствия Талантливые дети Яркие родители Это было Замечательно Да Ну и добрых людей Тоже собралось много Они поддерживали Ну и потом я вот смотрю Знаете, как говорят Что вот то, что на подиумах И то, что в жизни Это вообще разный мир Никогда нельзя выглядеть Так, как выглядят Женщины на обложке Вот Или Одеваться так, как на подиумах Вот пример нашего дефиле Я думаю, Лена, наверное Поддержит Или скажет свое мнение Пример того, что Люди пришли Совершенно по-разному Пришли вечерних нарядов И вечерние наряды Были уместны И они были вот то, что создает Именно вот родство душ Подчеркиваю Знаете, как говорят Если хотите Выглядеть романтической парой На каком-то мероприятии Да Или там запустить такую О себе такую легенду Ну вот придите со своим спутником Одетыми в одной гамме В каких-то нюансах В одежде Все сразу заподозрят Семейную фотосессию Или новый роман Или какие-то романтические отношения Даже к этому у вас Причем это можно сделать Это, кстати, совершенно ненавязчиво И вот То, как выглядит именно пара Как выглядит команда Или как ее назвать Коллектив Как угодно Ячейка Да, посмотрите Вот Даже те, кто не был К сожалению Очень многие все-таки не пришли Потому что Интересно Если начать одеваться Так, как мужчина в коллективе Ну вот Да Вот влюбиться в кого-нибудь И начать одеваться В похожем стиле Как он Он заподозрит, что вы уже Похожи на мужа и жену Это надо попробовать Да Это надо попробовать Интересная мысль Гляжусь тебя Как в зеркало Это будет вот такое То есть он может смотреть А вдруг Вот прям новая мысль Вам надо попробовать Да Тоже вот Кстати, раньше В журнале Мы делали всевозможные Такие Ну, как сказать Переодевания Фотосессии Вот Связанные именно Именно когда люди хотят Именно парой выглядеть Парой, да И тем более Сейчас целое направление В моде, которое так и называется Унисекс Даже иногда на бирках пишут Не мужской, а женский Ну, понятно, что все равно Различается кровь Ой, еще, но тем не менее Модели унисекс В моде И вот у нашей читательницы Кто-то пришел В спортивной номинации Мы за спорт А кто-то пришел Едем на бал Причем удивительное дело В прошлом году В бальной номинации У нас было Заявилось, по-моему Четыре участниц Четыре семьи А участвовала одна Потому что кто-то уехал Кто-то заболел Потому что детки Детки все-таки Сегодня все нормально Завтра заболели Вот И кто-то пришел Просто уже вот Прямо на праздник Пришел, даже не присылал заявку А в этом году У нас бальная номинация Был полный подиум Длинное платье Самая большая номинация Да, самая большая И причем не просто дочки Пришли в этих Кружевных платьях Да, или там в длинных Или воздушных Мальчики Мальчики поддержали мам И вот эти маленькие кавалеры Это было так трогательно Поэтому еще раз Огромное вам спасибо И, конечно же Вот в этом журнале Каждый номер Он будет продаваться неделю В прошлом году нам Две недели еще звонили Предлагали там за большие деньги Купить еще 10 номеров Раздать бабушкам Дедушкам Друзьям Но журнал будет продаваться Пожалуйста, для семейных хроник Приобретайте Радуйтесь И пусть этот праздник Будет всегда с вами Вот Ну и, конечно Наш номер Традиционно Ну, много полезных Таких советов Вот И, конечно же Стилькод Вот мы так плавно Придрифовали Мария Миронова Казалось бы, что По отношению Вот к таким идеальным фигурам Таким женщинам Ну, не может быть замечаний Но наш гуру Моды Александр Васильев Да вы что? Что-то не так? Да Рассмотрел джинсы на бедрах Я вообще даже бы не заметила Что они на бедрах Рассмотрел Сделал замечания Там майка С этим С бидоном Тоже не по делу С джинсами майка С бидоном По-моему Да Я не знаю Мне кажется Классная майка Особенно Это сейчас Очень модные Вот эти все Приколы связанные Это же Во-первых Это хит Все эти бидоны Все-таки Да Ну, я не гура Мода Я в одном костюме Месяц хожу Ну, видите как Если Елена Тонова Которая публичный человек Ну, можно даже После журнала Люблю лайф Можно сказать В некотором роде И икона Служебного стиля Так скажем О боже Я думаю Сейчас некоторые модницы Действительно икнули После ваших слов Костюмом Да Серым Которая такой смелый Эксперимент поставила Так что вот я думаю Что к этому надо прислушаться А мы уходим на небольшую рекламу И продолжим Наши актуальные темы И потом еще поговорим Про обувь Которая тоже Нас приятно удивляет В новом сезоне Да И продолжим листать Наши новые журналы Ну, мы вновь в студии Вновь продолжаем Наш обзор И сейчас Мы все-таки Хотим вернуться К нашей книге Да Которую Лена Сегодня любезно Принесла в студию И Сколько у нас Мы оставляем? Пять Пять экземпляров Это будет книга Прошу выслушай Новая книга Обращенная К каждому человеку Который оказался В сложной ситуации Когда душа Неспокойна Душа ищет поддержки Эта книга Не то, чтобы она Решит ваши проблемы Или вы проснетесь Спокойным Счастливым Обеспеченным человеком Но эта книга Она не повредит Она поддержит Именно того Кто ищет Эту помощь Ищет поддержку Другого человека Он поймет Что он не один Телефон студии 6721-2939 Или 6721-3939 По-любому Из этих телефонов Вы можете позвонить И вот рука судьбы Выберет Позвонивших И с вами свяжутся И скажут Как прийти И получить Я думаю Лена согласится Автографом Да Я конечно С радостью Если эта книга Кого-то сможет Обнять Или поддержать Я буду только рада Она именно для этого И была создана Ну вот Это наш такой Антидепрессант Такой Наша Благодаря Лене Доброе дело И мы присоединяемся И благодарим За вот такую помощь На самом деле Это вам огромное спасибо За возможность Про нее рассказать Я ее в основном Действительно дарю Она не коммерческий проект Абсолютно Она минус коммерческий Но это очень важно Что ее люди читают Ею делятся Она передается Из рук в руки Потому что Прочитав Ты начинаешь думать Интересно Кому бы я мог ее передать Кому бы она тоже пригодилась И это волшебно Ну наверное Это очень здорово Потому что Такие вещи Они Ну знаковые Они появляются Не случайно И появляются Именно В нужное время И я вот Кстати Прочитаю Воспользуюсь моментом И прочитаю Вот такой вот Месседж Который Всегда открывает Наш гороскоп Кстати Про наш гороскоп Говорят, что Наш гороскоп Журнала Люблю На протяжении Всех 22 лет Сбывается Даже у тех Кто Вообще не верит В гороскопы Ну такая Шутка В которой Доля шутки Так вот Месседж такой Ваше внимание Это сильнейший Магнит Которым вы Притягиваете В свою жизнь Все На что Оно будет Направлено Аму Вот Марина Державина Наш неизменный Астролог Которая Кстати 22 года назад Рассчитала Как рассчитывают Вот Дни памятные Какие-то особенные День выхода Нашего журнала Потому что Журнал Это живой организм Он растет Он развивается У него есть Свой день рождения Есть свои фазы Какого-то подъема Какого-то Может быть Уныния Или Какого-то апгрейда Да И вот Еще раз Мы в этом убеждаемся Ну а мы Дальше листаем Наверное Дошли Наконец-то До обуви С любопытством Рассмотрела Все новые Ботинки Туфли Все модные Названия Которые у нас Там лоферы Или как они Сейчас все это дело Называется Очень рада И благодарна Этой подборке Потому что У меня например С обувью Всегда Такой какой-то Диссонанс Возникает Непонятно Что с чем Когнитивный Когнитивный Да Вот тот самый Модный диссонанс Я выбираю все время Что-то классическое Туфли Лодочки Чтобы точно не ошибиться А здесь есть Классные варианты Которые с удовольствием Присмотрю в магазине Спасибо Кстати вот Сразу вспомнила Стихи Павла Когана Я с детства Не любил овал Я с детства Угол рисовал Так вот сейчас В моде И овалы И углы Это стихотворение Гроза Это вообще Один из моих Любимых поэтов Вот Но в отношении моды Я очень Лично я Очень рада Прямым И таким Брутальным Можно сказать Носкам Потому что Все-таки люди Которые ведут Женщины Ведут активный Образ жизни А сейчас Практически Все женщины Ведут активный Образ жизни То конечно Вот эти узкие носы Или узкие-узкие На высоком каблуке Туфли Не всегда комфортные Чтобы в них Не просто жить А жить и работать И радоваться при этом Пришло время Когда можно Не портить ноги При учете Что моден Спорт шик И вообще Спортивный стиль Вот возможность Перейти на удобную обувь Это здорово И молодежь Кстати 17-16 лет Девчонки Когда нужно было Для выставки Найти девчонок Для каблуков Никто не умеет Ходить на каблуках Они говорят А зачем нам это надо И я была поражена Они все ходят В ботинках В кедах В кроссовках И чувствуют себя прекрасно Я думаю Стоит с них брать пример Да Вот Ну еще Правда Валенок не дошли Но погода не позволяет А там валенки с галошами Кстати Где-то лет 15 назад Одна из московских дизайнеров Сделала потрясающую коллекцию Она имела успех И в Москве Некто Солдатова Она сделала Вот такие вот Вяленые Валеные То есть когда валяют вещи И расшила их бисером И это обувь Ну грубо говоря Такие гламурные валенки И гламурные такие вот Какие-то произведения Ну одежды Аксессуаров Сумки Сумки Я очень хотела Что-то приобрести В то время в Москве Но у меня денег хватило Только на блокнот Он такой был Как кусок валенка Тоже расшитый бисером Там самолетик был вышед Вот И потрясающая была коллекция Это говорит о том Что на самом деле Многие технологии Уже были изобретены Комфортные в том числе И ноги в валенках Я кстати в свою молодость Ну росла в Сибири И ходила в валенках И достаточно долго Пока в Новосибирске Метро не построили Вот Потому что морозы 40 градусов И не было еще вот этих Оттепель страшных И это действительно Ну ни с чем не сравнимое Ощущение комфорта Но ты это понимаешь Тогда когда ты уже Безвозвратно Переобулся в сапоги На каблуке На платформе На квадратном каблуке Там не знаю На любом каблуке Да и ты вспоминаешь Это как такую-то Несбыточную Какую-то сказку Про бабку-ежку И себя в валенках Как сами женщины Сами себя загнали В те рамки Зачем-то придумали Себе все эти сложности Хотя можно находить В том, что удобно И пускай великие Гуру признают это модным И всем остальным Можно будет выдохнуть Ну не знаю Как там насчет Выдохнуть или нет Потому что все-таки Мода она все равно Какие-то круги Постоянно делает И мы это видим И она как-то возвращается Ну конечно уже на другом На новом уровне Ну вот Наверное Еще с точки зрения Вот интересных людей О чем почитать Мы не будем тут Пересказывать наш журнал Потому что Есть у нас и легенды Конечно же Да Греческий миллиардер Аристотель Анасис Полагал Что женившись На Джеки Кеннеди Он заполучит В свои руки Америку Но вместо этого Он разбил сердце Любимой женщины Вот казалось бы Мы все бывает страдаем Что почему Кого-то вот Крыло судьбы Вознесло там На какую-то Небывалую высоту Или вот Есть же Другие континенты Другая жизнь В одно и то же время С нами И ты понимаешь Что не только в сериале Богатые тоже плачут Но вот эти вот Нюансы этой жизни Этого Калейдоскопа Который складывается С каких-то вот этих Частичек Да Но что он все-таки Непредсказуем Но Свои вот эти Вот разноцветные Эти камушки Стеклышки свои Они есть у каждого И иногда Мы просто Вот в журнале Ничего никаких чудес Там новых тайн Не открываем Мы просто Показываем Что все это рядом И самое обидное Что и люди тоже Это понимают Но когда это утратят Когда это становится Невозвратным И прошли мимо Что как бы Не заметили Не обратились Там не протянули руку Не пошли навстречу Вот Не забывать об этом Вот смотреть по сторонам Не смотреть под ноги И конечно Быть открытым миру Даже если ты вынуждена Там Находишься на карантине Или там Не ходишь на работу Работаешь на удаленке Кстати Лена Как вот В работе Что Что Какое В работе Вы знаете Прошло 4 дня Я бы не хотела Сейчас сделать Поспешных выводов Как в работе Но то Что не будет так Как было Это точно Волнительно Необычно Вот так Вот я могу сказать За эти 4 дня Такое чувство Что прошло уже 4 месяца Несмотря на то Что пока что глобально Но 4 дня Это не такое большое количество Подряд выходных Не знаю Что будет В эвент индустрии Понимая Что она поменяется И будет совершенно иной И Многим людям Придется сменить Свой род деятельности Но я не вижу Ничего в этом плохого Что касается Лично меня Я несколько раз Уже Теряла абсолютно все Что у меня было И Уходила в сумасшедшие Минуса Относительно Своего дохода Я готова Начинать сначала Честно скажу Я отпустила руки Я решила Что Ну хорошо У меня есть там Пара пачек гречки Признаюсь честно Парочка Всего лишь парочка И Одна пачка Туалетной бумаги Той самой драгоценной Но если что Я готова Пойти в огород Денежный эквивалент Да Если что Я готова Сажать огород Нет Ну я найду Где посадить картошку Вы знаете Рабочие руки Они Как говорится Я вам скажу больше Вот у меня есть Есть огород В смысле Есть земля Но огород Там у меня Такой Минимум Минимора То есть Крохотульный Так что Вот если кто-то Хочет приложиться К земле То Велкам Пожалуйста Лопату дам Эти перчатки Резиновые Там или Кстати сегодня В Википедии Было написано Что отличный день Для того Чтобы начать Вскапывать огород Именно вот сегодня Там по-моему Семена Какие-то Нужно капусты И помидоров Замачивать Ну вы знаете Я недавно говорила С нашим большим другом Редакции Лолитой Нейманы И мы как-то Она нам обычно Всегда Нас опускает На землю Дает строгие оценки Или подсказки В рубрике Дегустация Когда мы Ну сравниваем Там всевозможные Эклеры Либо недавно Вот в праздничном номере Медовые тортики Дегустировали Или бывает Там самый обычный Творог Например Там всевозможные Да Самые такие Расхожие продукты Вот И она сказала Что Старый Ну может Незаслуженно забытый Способ Когда все В школе Или там дома На подоконнике Лук выращивали Зеленый Который Ну Настолько предательски Просто Что просто Ничего проще Наверное невозможно Она сказала Что это кладезь витаминов Он быстро растет Для этого Не надо ходить В магазин То есть Одни луковицы Просто меняй на другие Помогает держать Дистанцию от людей Нет Лук кстати Не так Это не чеснок С луком не так страшно Но зеленый лук Буквально Положите рядом Ножницы Состригайте Добавляйте в еду И что по содержанию Но там есть правило Такое Что нужно срезать И сразу съесть То есть Не надо его там Положить в холодильник Собрать урожай Потом раздавать его Там детям Знакомым Подругам Нет Надо срезать И сразу съедать Вот сразу То есть Съеденное Сразу же Ну это кстати Относится и Ко всем остальным Ну к тому Что мы выращиваем Может быть На огороде Где-то еще Да В теплицах Что съеденное Сразу же Многократно Увеличивает Пользу От этих продуктов Когда речь идет О витаминах Съеденное Сразу же И кстати Не обязательно Бывает Надо резать Иногда Говорят Надо просто Порвать руками Вот порвать Можно откусить Прямо с клумб Своей собственной Из пестицина В конце концов Вырвать Пойти попастись На подоконник И кстати В этом номере У нас специальная Рубрика Которая так и Называется Вот Блюдо с проростками Вот Проростка Как раз Кладезь витаминов Это как раз У нас Вот в рубрике Люблю готовить Много-много Комбинаций С пророщенными Семенами Кстати Семена тоже Можно проращивать И это тоже Совершенно Не сложно Семена Замачиваются И главное Вот Когда-то мы об этом Тоже много писали Помните Бум такое Когда все Вдруг начали В каких-то колбочках Пробирках Проращивать Все что ни попадя И горошки И какие-то там Не знаю Крест-салаты Горошки вкусненько Да И кстати Пророщенные семена Достаточно дорогие А сделать это Ну достаточно Не сложно Да И Вот Сразу несколько блюд Вот можем посмотреть И Блюд Для поднятия иммунитета Потому что Все витамины Конечно же Укрепляют иммунитет Сейчас весной Это очень важно Так что Семена можно Сейчас кстати Скидки большие На семена Во всех магазинах Специализированных И просто даже в Риме На стендах Есть семена Вот Единственное Внимание Обратите внимание Что не надо Проращивать декоративную Например Тыкву Она по виду Такая же красивая Но это Как хина Она горькая Страшно То есть Берите все-таки Съедобные Съедобные Семена А не декоративные Сорта Тех же самых Там Тыкв красивых И так далее Они с виду Практически одинаковые То есть Только съедобные Сорта И не забывайте Менять воду Вот правду Говорите Вот пока вы говорите Я сижу чухаю О О На здоровье 100% Правда Вот прям Так и есть Да Давайте 21 марта Обозначим Мне так кажется Важным этот момент На тему Поддержки Людей С особенностями В развитии Мне кажется В наше сложное время Это такой позитивный момент Вы обозначили Про разноцветные носки 21 марта Которые можно носить Это день поддержки Людей С синдромом Дауна И призывается С 2011 года Всех людей Носить носки Разного цвета Притом так Чтобы их было Очень видно То есть прям вот Как будто бы Из кармана у вас Торчит этот носок Или еще каким-то образом Цветные Для того чтобы вам Задали вопрос А что это у тебя Я правильно поняла Что надо надеть Разноцветные носки Во все карманы Распихать Чтобы не остаться Незамеченным Чехол для телефона В виде носка Все в виде носков Для того чтобы люди Обратили внимание Что есть люди С особенностями в развитии И да Это возможно Выглядит нелепо Или странно Или не очень обычно Но при этом Они среди нас Эти темы важны И нужно поднимать в обществе И вы огромные молодцы Что вы об этом говорите Терпимости Нашему обществу не хватает Вот даже сейчас Например Закрываются границы Люди возвращаются на родину А часть населения Так и говорит А чего Пусть они там Пережидают Где там А вот там Где они Куда Как они там Нечего ездить Знаете как говорят Понаехали А тут говорят Поразъехались Вот пусть Пусть там Пусть там и сидят Мне кажется Это от страха В том числе Поэтому они так Да Остры на язык Но я думаю Что каждый только В благих намерениях Защищая себя Свою семью Это говорит Но терпимее нужно быть Это точно Терпимее Что очень трудно Проконтролировать Вот И конечно Когда есть необходимость Изолироваться Есть возможность Изолироваться Надо конечно Эту возможность Использовать Не то чтобы она Вот поможет Потому что люди Все равно Простывают Все равно есть Простудные заболевания Хронические заболевания Ну и человечество Аллергия на что-то Как у меня Прямо сейчас началось Да Человечество Не становится здоровее Абсолютно Не становится здоровее Вот И поэтому Ну все что касается Поддержки здоровья И каких-то Ну преград Для распространения Инфекции Надо конечно Все равно нужно Дать должность Нас люди Достаточно разумные И если посмотреть По городу Посмотреть Вообще В целом В магазинах В торговых центрах Людей не так много И это радует И очень многие Очень осознанно подходят И прям следят За приезжими гостями Из-за границы Смотрят Чтобы они соблюдали Карантин То есть Я считаю Что наше общество Очень на высоком уровне Осознания И понимания того Насколько важно Все вместе сплотиться И делать одно Единое дело Со всеми Будем считать Что все-таки Нация дисциплинированная Ну как бы Общество наше Да Все-таки Люди Все-таки Включают Здравый смысл И Здравый смысл Конечно Он на стороне Позитива И не позволит И панике Вот это все Захлешнуть Ну во всяком случае Все эти Несмотря на Все эти Шутки в интернете Все-таки Очереди пропали Палетная бумага Лежит Пробок нет Пробок нет И совершенно спокойно Мы дальше Все это дело Ну переживаем Так сказать Вот Ну и наверное Ну что Наверное Уже у нас подошло Время прощаться Наверное Еще раз напоминаем Что позвонив В редакцию Вы можете получить В редакцию Радио По телефону 6721-2939 Или 6721-3939 Вы можете получить Новую книгу Елены Тоновой С автографом автора Которая так и называется Прошу Выслушай Она для вас Она написана Именно для поддержки Тех Кому эта поддержка Особенно нужна И еще раз Поблагодарить Елену За то Что она сегодня Пришла к нам В эфир И конечно же Поблагодарить Наших читательниц Которые остаются С нами Которые выписывают Или покупают Наш журнал И поблагодарить То Что на наш праздник Они пришли Со своими детьми А некоторые Пришли с внуками Тоже большое спасибо Да И мы надеемся Что наш журнал Станет Вот именно Сегодняшний номер Который мы листали Вместе с Еленой Станет частичкой Вашей семейной хроники Любите друг друга Будьте здоровы И оставайтесь с нами Спасибо огромное Спасибо большое Спасибо